всем здравствуйте продолжаю видео по китайским ножам в общем ситуация такая что всех своих друзей выезжающих там за границу и по россии я прошу по возможности покупать для меня как бы в подарок если меня просят что что тебе привести то я прошу привезите мне какой-нибудь нож из этой местности который вы посчитаете нужным который вам понравится на которую вас хватит денег именно складной нож прошу привести людей вот один такой подарок который пришел ко мне недавно мой хороший знакомый полетел в таиланд и прикупил для меня ряд ножей в подарок забавно то что я вот даже специально оставил ценники на них да и вы все можете видеть сколько стоит вот 299 бат это ориентировочно 300 рублей с копейками каждый нож стоит на рисунки на ножах то есть на на лезвиях можно не смотреть до 100 это стопроцентный китай ну и давайте остановимся на каждом более подробно мне поначалу показался вот этот нож ну я не знаю для каких он целей вообще вот это вот я его почему-то обозвал ястребиный коготь да хотя тут стоит маркировка смит эндвессом но потом чуть-чуть подумав я понял что это довольно таки прикольный агрегат и имеет место быть посмотрите на его форму до своеобразный такой нож грибника спасателя то есть грибочки резать либо там вот допустим какую-то там одежду разрезать на раненых допустим то есть мы не повреждаем кожу человека нож спокойно проходит косяки по этому ножу да не знаю будет видно но клин по центру у этого ножа вот как бы колен по центру идет но нож тяжелый клипса ну клипса более или менее нормальная да то есть смотрите нож новый да абсолютно новый нож но при этом покрытие уже на рукоятке она начинает слазить у меня создается такое ощущение что покрытие и на лезвие выполнено одно это одним и тем же материалом грубо говоря красили одной и той же краской нож тупой но не знаю почему ребятам было лень его точить может быть из-за формы может быть еще по каким-то причинам да не суть важно потом у него возникла одна проблема что при резком открыт открывание лайнер залипает приходится грубо говоря там с таким усилием открывать его что это косяк это реально косяк то есть да он практически если сильно начинаешь сильную нагрузку на него давать и вот в таком положении да то лайнер проходит аж практически вот сюда до вот этого лайнера и он тонкий ну может быть в есть варианты либо поломки либо нанесение какой-нибудь травмы себе это и это естественно если с этим ножом там я не знаю что рубить деревья может быть или еще что-то в таком духе но в целом в целом за 300 рублей ребят ну прикольный агрегат следующий а ну еще поэтому ножом смотрите какое у него классное темлячное отверстие можно повесить сюда темлячок или веревочку чтобы не потерять его например эти собирать грибы или спасать раненых смотрим на следующий нож не смотрите что это бэнчмейт это явно не бэнчмейт накладки алюминиевые у этого ножа есть люфт клин не по центру но зато этот нож довольно таки тонко сведен и более или менее заточен несмотря на то что у него есть кое-где местами отблески да какие-то да но я даже пробовал он пытается скажем так брить пытается брить вот у него есть темлячное отверстие так клипса клипса нормальная вот это клипса нормальная но единственное что некоторым не нравится вот этот кончик и его обрезают не суть важно опять же то есть возникает вопрос за каким мягко говоря грубо выражаясь красили именно краской потому что посмотрите опять же то есть ножи новые но буквально от перевозки да вот он уже потертый он уже в этом месте стерт то есть что это за краской как она будет держаться то есть я понимаю что если его использовать в дальнейшем то в скором времени он будет выглядеть не очень приятно но так прикольно ничего не плохое такое танто за 300 рублей ну вот здесь он еще туговато срывается с места то есть приходится прикладывать при открытии до прикладывать усилия чтобы сорвать я думаю что если разбирать его то можно там лаком скольжение обработать шарик там думаю ничего страшного да и люфт можно убрать этот при желании при большом то есть небольшой люфтик у него есть винты все под торксы кстати что здесь еще один момент забыл сказать что на вот этом ноже такое ощущение что кто-то его пытался ремонтировать да и видно вот осевой винт то ли регулировали то ли еще что-то пытались сделать но слегка под сбит но переходим к следующему ножу вот это у нас баг когда я взял в руки я начале не понял вообще что это вот особенно назначение вот этой вот штуки думал это что у нас такой такой флиппер своеобразный оказывается нет такой таких ножей я особо не видел это не знаю как назвать нож нож ремонтника наверное да потому что здесь у него отвертка она же стеклобой да вот эти вот отверстия говорят о том что этим ножом можно отворачивать какие-то гайки да вот здесь вот в этом месте у нас вот отверстия и там ну не знаю будет он видно нет еще идет как бы дополнительно так наверное будет видно лезвие для зачистки кабеля здесь можно использовать как открывашку вот этот своеобразный серейтер да или что это вот как это объяснить мне не очень понятно нож тоже полностью металлические накладки алюминиевые скорее всего то есть вот это вот оказывается своеобразный ассист то есть мы видим когда закрываем нож до приходится еще делать дополнительное усилие то есть там стоит пружина вот этим плавничком если так можно назвать на назвать да мы просто нож срываем с места и дальше отрабатывает пружины ночью почему бы и нет классный нож за 300 рублей может быть кому-то понравится кто-то может быть приобретет но единственное что опять же очень далеко заходит лайнер пока не залипал не знаю единственное вот здесь вот у него вот этот вот шпенек да он откручивается руками то есть ну можно его посадить на фиксатор и он там будет жить в принципе если его затачивать то он шпенек этот особо мешать то не будет при заточке опять же говорю то есть вопрос возникает за каким мягко говоря грубо выражаясь их покрывали этой черной краской через неделю там будет в таком ушата нам мягко говоря состоянии или может быть просто ребятам не хотелось тут вот тут вот вы еживаться на лезвие в плане там выравнивать там что-то полировать делать какие-то сатины потому что даже сквозь не знаю сейчас получится вам показать нет даже вот сквозь краску проступает вот следы от гриндера ну нож тупой но с другой стороны как своеобразный такой мульти инструмент или там нож электрика так почему бы и нет вот такие обновки появились моей коллекции но больше всего мне нравится вот этот агрегат чисто вот просто своей своей формой необычный ну все всем спасибо до свидания а ну ну но а а